изумительно объявляю вечер на планете добрым доктор никита терапевт гастроэнтеролог эндокринолог и не только сегодня как они говорят особенный день почему он особенный вы уже догадались сами но на самом деле я вам скажу что по секрету каждый день особенный и только формальное мышление заставляет нас думать что есть обычные дни есть особенные дни но давайте не будем отвлекаться от нашей сегодняшней темы сегодня наша тема это потенциал и сила функционального питания в отношении серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта то есть сегодня в основном будет про гастроэнтерологию функциональную и чуть-чуть может быть эндокринологии что такое функциональное питание вы уже знакомы знаете потому что вы на этом канале давно и еще до того как появился мой канал и все мое творчество был и константин монастырский который и создал этот труд о функциональном питании вы можете найти эти книги в сети и как раз на основании функционального питания мы построили доделали лечебный протокол то что я называю протокол функционального отдыха или функциональной реабилитации при гастродоните ну и как мы сегодня увидим в том числе и при проблемах с поджелудочной железой так что то что мы сегодня с вами смотрим клинический случай который разбираем он во многом произошел благодаря тому что существует наука физиология мы черпаем оттуда самые важные знания которые реально меняют человеческую жизнь в лучшую сторону позволяют восстановить высокое качество жизни и вернуть своему животу здоровье раз второе именно константин монастырский смог взять сложные знания о физиологии и перевести их в простое понятно и практически применимая для человека функциональное питание и она применима не только для человека им даже могут пользоваться и врачи коллеги и в первую очередь я хочу чтобы эту лекцию посмотрели именно коллеги и знания из нее применяли именно коллеги потому что текущая ситуация с формальной догматичной медициной такова что роль питания в выздоровлении человека она сведена какому-то минимуму но вы сами видели мы постоянно разбираем истории болезни где в конце пара строчек вести здоровое питание и здоровый образ жизни и все никто в это не вкладывает никакого особенного значения самое главное что говорят коллеги гастроэнтерологи принимайте терапию принимайте лекарства но питаться это как хотите питание практически на ваше состояние не влияет это буквально дословные цитаты коллег гастроэнтерологов которые и вы слышали и я тоже с ними знаком я сразу скажу что все должно работать в комплексе и медикаменты помогают и питание помогает одно без другого может не сработать и чем тяжелее ситуацию человека тем больше нужны именно комплексные мероприятия а не какое-то буквально вот это протокольное что-то отписка которая человеку дается вот принимай и будь что будет с тобой или еди на хирургию сегодня как раз примерно такой случай в клиническом нашем докладе мы будем с вами разбирать давайте перейдем уже к сути дела с каким тяжелым заболеванием желудочно-кишечного тракта смогло помочь функциональное питание итак приступим к докладу очень непростого клинического случая по нашей сегодняшней теме пациент женский пол возраст 53-60 лет нормальный вес пациента 48 50 килограмм на момент консультации и уже соответственно болезни 44 45 то есть человек начал терять вес пациента назовем василина это какие жалобы испытывал человек предъявлял 2023 году болевые приступы в животе со спазмами боль начинается от центра эпигастрия уходит под ребра внутри вздувается все аж тяжело дышать боль может спуститься ниже пупка и вернуться обратно бывает такой силы что не разогнуться приступы случаются от 1 до 10 раз в день как выглядит локализация боли на фотографиях итак первое фото человек показывает именно ту точку откуда боль начинается это как раз то место которое называется эпигастрии его самая верхняя часть где как раз ребра расходится по сути это буквально под грудиной и дальше пациент рисует как бы что боль спускается влево и вправо уходит под ребра собственно это видно на втором фото и как человек сказал боль может потом пойти и ниже пупка его все другие отделы но преимущественно человек сообщал что боль как раз таки наиболее выражена именно с левой стороны живота изначально человек испытывал именно приступы постепенно после этих приступообразных спазмов боль закрепилась и фоновом режиме фоновая боль такая же по всем своим свойствам как и боль в приступе просто она слабее но при этом она постоянная и соответственно это фоновая боль может перейти и в резкий спазм очевидно что внутренности которые испытывают этот болезненный стимул находится в состоянии постоянной какой-то патологической стимуляции то есть что-то вызывает некую готовность буквально взорваться приступом боль может начаться натощак пища влияет в принципе слабо либо ухудшает сразу после пищи происходит следующее моментальная тяжесть вздутие чувство переполнения тошнота человек не может есть дальше поэтому теряет постепенно вес и за пару месяцев с начала этого так скажем заболевания состояния человек с 50 похудел до 44 килограмм то есть это достаточно серьезные страдания раз человек не ест и теряет вес дома может 10-15 минут отдохнуть лежа после приема пищи становится немного легче и вздутие уменьшается чем человек справляется боль снимается спазмолитиком мебеверином а тошнота снимается прокинетиком это придом у которого тоже есть противорвотный эффект на работе человек старается совсем легко обедать поэтому боль приходит слабее во второй половине дня приступы происходят чаще потому что там человек находится на работе и труд физически о труде мы еще скажем далее на работе обостряется и до спазмов на выходных боль только фоновая и постоянная это важный момент эффект который мы дальше с вами еще проговорим стул человека стал запором до кала овечьего то есть это первый тип по бритцельской шкале бритцельская шкала у нас разбиралась в одной из лекций она называется как победить запор прежде чем лететь на марс или что-то в этом роде раньше человек ходил на туалет один-три раза в сутки то есть по сути после каждого приема пищи возникал позыв я напоминаю что это нормальная физиология сейчас же на фоне вот этого страшного состояния от которого человек страдает снизилась частота похода в туалет и стул стал как вы сами заметили первого типа овечьий кал это очень твердо тяжело и по сути действительно одна из крайних стадий запора и человек уверяет что все симптомы такие же как при инциденте пережитом в 2021 2022 году что же за инцидент человек пережил в эти даты и так человек докладывает что в конце 2021 года были точно такие же боли и симптомы и с опозданием уже в 2022 году была диагностирована язва желудка гастроэнтерологи на местности пророчили только оперативное лечение дальше мы с вами будем слушать что помогло справиться с язвой в 2022 году были подобные опрясывающие боли когда было язвенное обострение да были вообще какие-то отличия есть от того что было тогда и сегодня вот именно что нет почему я и думала что это язва открылась или возобновилась или еще что-то я была уверена на сто процентов почему я и пошла на гастроскопию сто раз тогда произошла язва два года назад да вот тогда сразу вам ее определили или вы еще какое-то время ходили терпели это все нет конечно не сразу меня куда только не кидали по скорой два раза увозили вообще никто ничего не находил мне вообще говорили вы придумали вас ничего не болит я гнуну и упаковками китарол ем это я просто так ради удовольствия то есть в тот раз не сразу сделали гастроскопию никто ее не назначал они были уверены что у меня ничего не болит а когда нашли когда то есть попали мы уже на гастроскопии обнаружилось это тогда все гастроэнтерологи города белгорода ни один за меня не брался все гриллионе они не извините вам на стол надо под нож большая была язва что ли да два сантиметра на сантиметр вглубь под вопросом с перфорацией сколько прошел времени от начала что вы начали жаловаться на это состояние недели три и так услышали как 2021 году и часть 22 человеку не повезло мягко говоря со всей медициной он буквально страдал и был в принципе в риске серьезных даже смертельных последствий потому что язва нелеченая и пробудение и кровотечение язвы это состояние угрожающей жизни и очень долго человек не мог получить нормальной помощи и даже нормальной диагностики не говоря уже о помощи которые обычно следуют после нормальной диагностики следующая часть аудио она про то как человек справился как вы сегодня сказали как питались кашками облегчен и вам тогда было легче но отношение там зарубцевать эрозию язву то оно точно работает это вообще хорошо она так доцела что этот гастроэнтеролог он вообще он говорит да вы мне говорит я в жизни бы не подумал что у вас была такая язва они вас тогда отпустили когда это все было сказали что без хирургии вы не справитесь да мне вообще сказали у вас стол ждет ночью утром вы точно на стол пойдете это мне три гастроэнтеролога они мне прям ворачивали деньги или нет я за вас не берусь все забирайте деньги на рецепшене идите к хирургу а хирург еще лучше к нему все направили он сказал почему вы ко мне пришли я бы не к вам направили он когда вас по скорой привезут тогда я вам буду но сейчас я вам и чем помочь не могу тоже меня отправил вы представляете в какой я была тогда паники не один не берется лечение ни один не назначает он готов бесполезно никакого лечения вас на стул и под нож все мы будем считать что нам сам повезло действительно я считаю что повезло потому что справиться с язвой средней без серьезной хирургии достаточно непросто особенно если это я за большая и с подозрением на перфорацию она вот-вот должна дать дикий приступ осложнения представьте сколько людей не смогли справиться без операции и вот наш единичный случай он больше из разряда конечно везения но мы сделали в принципе все что могли из этой ситуации при отсутствии доступа до хирургии мы справлялись что называется консервативными методами вот оно гастроскопическое исследование из тех лет как рассмотрим 2021 год сентябрь наш пациент собственно мы здесь видим что у человека находится верхний третий желудка на задней стенке язва диаметром 2 сантиметра глубиной как минимум один сантиметр а это уже много края плотные четкие ровные но равномерно покрыта белым фибрином вы даже можете видеть фотографию этой язвы здесь сегодня в нашем докладе собственно серьезная ситуация в заключении язва тела желудка осложненная деформации верхней трети желудка подозрения на пенетрацию поверхностный гастрит и дады на гастральный рефлюкс с такой ситуации нам пришлось иметь дело 2021 году что помогло пациенту на самом деле достаточно эффективно раз в будущей гастроскопии уже даже не было признака и рубца от язвы то есть она зажила без каких-либо последующих осложнений включая ту самую деформацию желудка прошла язва прошла деформация желудок восстановился что тогда помогло в 2021 году и 22 соответственно с язвой тот самый протокол функциональной реабилитации желудка и 12 цеперстной кишки который находится сегодня на youtube канале у меня в полной версии там описано питательная часть можете найти эту лекцию перед вами ее название запросто находится если не забудем поместим ссылку в описании в комментарии посмотрите что это такое кто не знаком на чем базируется и основывается этот протокол функциональной реабилитации органов пищеварения он основан на трудах доктора константина монастырского о функциональном питании о котором я вам сегодня уже сказал и многие из вас уже просто обязаны знать и далее он мной дополнен профессиональными медикаментами и клиническим опытом который я имел на тот момент соответственно он себе объединяет можно сказать лучшее может быть что может предложить на данный момент индустрия восстановления желудков при гастритах и вот как видите эрозиях и язвах берем лечебное питание берем медикаменты которые помогают ускоряют заживление комбинируем это вместе и получается нормальный рабочий инструмент который помогает людям вернуть в рабочее состояние их желудки и не только итак в текущей ситуации доступны питательная часть на моем youtube канале там описано полностью шаги по питанию плюс даже некоторые добавки указаны которые вы себе едва ли навредите до второе книги доктора константина монастырского есть в сети он их сам выложил в бесплатный доступ поделился с миром потому что перешел далее работать снова в программирование также эти книги можно найти в моем телеграм-канале и толстый и там же их скачать и почитать и третье это максимальный протокол с медикаментами и дополнениями в академии доктор ник то есть это уже профессиональный контент по сути я в первую очередь призываю его использовать именно коллег врачей гастроэнтерологов терапевтов и всех кто имеет отношения желудком и 12 перстым кишкам до того как понадобится операция пациентам я бы рекомендовал уже во вторую очередь знакомиться с этим протоколом потому что там и медикаменты поминаются все которые надо использовать и чтобы ими не навредить нужно знать каким пользоваться там конечно многое из этого описано тем не менее если вы пациент и ищите какого-то избавления своей ситуации и раздумываете над этим протоколом то я рекомендую если вы берете этот протокол приобретаете себе в пользование то вы используете знания отправляетесь уже на консультацию гастроэнтерологу он вам уточняет терапию которая уже в принципе указана в протоколе до назначает эти медикаменты дает эти рецепты и вот тут вы уже можете начинать действовать потому что ваша ситуация по сути подверглась двум ревизиям первая ревизия это через мой протокол основанный на трудах константина монастырского моем клиническом опыте с добавлением самых эффективных медикаментов и с вашим уже вторую очередь был ревизирован ваш случай с помощью гастроэнтеролога которому вы обратились он утвердил он выписал рецепты и он уже с вашей ситуации знает плюс он что-то может быть уточнит подкорректирует чтобы это вам еще было эффективнее и самое главное безопаснее поэтому пожалуйста используйте с знанием с толком с расстановкой и помните что эта лекция не является лечебным советом и призывом к действию обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим доктором а мы продолжаем доклад потому что история же на этом не заканчивается до помним что это был случай 21 22 года там мы победили вернули человека на сторону жизни а сейчас у нас 23-24 год человек снова обращается с похожими симптомами и на этот раз человек сделал гастроскопию потому что уже ага предполагал мало ли может быть снова открылась опять это злосчастная язва а гастроскопия показывает всего лишь поверхностный гастрит и ничего больше то есть никакой язвы нет и тот самый эндоскопист который делал это исследование он также был изумлен потому что он не обнаружил никаких следов последствий язвы ни деформации дерубца ничего соответственно либо он некачественно делал эту эндоскопию либо действительно протокол в данном человеке я повторяюсь именно в данном человеке сработал потому что мало ли сколько людей на планете ходит может быть не всем это сможет подойти хотя это достаточно универсальная терапия до сравним эти две эндоскопии вот 23 год поверхностный гастрит в августе а 09 21 сентябрь 21 года была язва теложелудка осложненная деформация верхней трети желудка подозрение на пенетрацию поверхностный гастрит то есть разница значительная хотя бы что то из того что тогда мы с человеком делали она сработала потому что как всегда терапия назначается достаточно комплексная по разным направлениям и все одним лишь протоколом питания и медикаментом именно по поводу желудка и дисперстной кишки не обходится всегда требуется что-то уточнять и дополнять продолжаем разбирать текущую ситуацию когда человеку снова потребовалась помощь и так со слов пациента симптомы все те же самые а язвы по эндоскопии нет что можно предположить если предположить что это на сто процентов тоже самое тогда язва могла бы открыться позднее мы помним что в прошлый раз установление диагноза заняло более года или несколько месяцев вероятно в этот раз осмотрели желудок гораздо раньше чем в прошлый раз то есть тот раз тянули 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 у человека болела 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 аж до скорой и с момента последней скорой еще три недели и вот пожалуйста болела сначала может быть без язвы потом все это уже эрозией стало и потом уже перешло язву в этот раз просто человек уже зная предыдущий опыт эндоскопию сделал сразу и может быть язва не успела открыться либо эндоскопия сомнительно в этот раз тем более не было биопсии нету снимков другое оборудование и другой эндоскопист да это все влияет на новые данные и интерпретация может отличаться либо это другое состояние которое проявляется теми же симптомами вопрос вот это нам предстоит еще уточнять далее до приступов человек питался три раза без перекусов вес был нормальный 48 50 сейчас мы уже знаем что потеря до сорока трех целых семидесятых килограмм есть человек только потому что труд физический иначе от еды будет ухудшение не может есть жирную пищу говядину баранину свинину и так далее если жирная поезд то минут через двадцать жидкий стул может только легкое нежирное мясо а при этом боль может быть опоясывающая и ударять спину еще один раз а что это нам дает это он дает подозрение на хронический панкреатит который как раз и проявляется парочка этих симптомов но и не только имея подозрение на воспаление панкреас продолжаем наш опрос узнаем трудовой анамнез за 11 недель до начала проблем человек сменил работу стал работать пекарем тестером тот кто работает с тестом меня не знаю просто точно тестер тестировщик или тесть как называется точно не знаю в итоге человек мешает это тесто и печет ранее человек работал на этом же предприятии но дальше от производства и было меньше взаимодействия с ингредиентами сейчас стало напрямую заниматься тестом и выпечкой в итоге сейчас на работе на рабочие запахи тошнота чутко чувствуют запахи ванили корицы и загустителей из-за этого постоянно тошнит и снизился аппетит дышит горящими транс жирами и растительными маслами вытяжку на момент консультации все еще не сделали в помещении вот так заботятся о рабочих дома канцерогенных масел нет на работе тошнит почти постоянно к тошноте добавляется отрыжка при отрыжке тошнота облегчается и боль проходит при этом еще и рядом с отрыжкой что происходит газы ударяют и снизу не только сверху при отрыжке но и снизу газы когда отходят снизу тоже дают облегчение болей и вздутия при домашней готовке тошноты и вот этих симптомов и отрыжки нету из-за постоянного контакта с запахом и видом еды на работе что может происходить уже дальше мои гипотезы постоянная готовность к приему пищи да даже может быть процесс самопереваривания потому что происходит постоянная стимуляция поджелудочной железы желудка и двенадцатиперстной кишки это провоцирует панкреатит и гастродиоденит на момент консультации человек страдает уже два месяца на самом деле гипотезу о постоянной избыточной стимуляции пищеварения вплоть до патологической я вижу здесь очень рабочие гипотезы да потому что это еще иван петрович павлов более ста лет назад показался их экспериментах что есть ряд рефлексов у всех животных том числе и собак на которых это он делал в первую очередь и на людях мы это тоже сейчас наблюдаем что вид еды уже провоцирует внутри подготовку пищеварительным процессом образуется слюна вы сами знаете на любимые ваши продукты вы истекаете слюной когда их видите да и когда образуется слюна в это же время работают и мощные слюнные железы внутри а что за самая мощная слюнная железа это поджелудочная железа и и называют как слюнная железа именно в животе потому что она вырабатывает подавляющее большинство именно пищеварительных ферментов она самая важная в этом плане главная повариха которую можете себе представить если она постоянно подходит наху находится под стимуляцией то она постоянно немного вырабатывает вырабатывает свои ферменты по чуть-чуть дает в основу конечно дает щелочную среду до приема пищи но когда поджелудочная железа работает тогда и и желудочные железы которые внутри желудка они тоже работают потому что эта система она внутри очень взаимосвязана там очень четко слаженно работают механизмы что если работает один значит готовится другой и когда один получил 2 уже готов получить его вся среда готова и представьте что происходит у человека на такой работе постоянная стимуляция органа но органа нету объекта работы потому что физиологии есть такой закон я в одном из видео рассказывал что органа должен быть объект работы и когда в органе находится объект работы орган будет работать да хорошо для сердца объект работы что это поступившая кровь для легких объект работы что это вдыхаемый выдыхаемый воздух когда все это есть органы работают для пищеварительной системы объект работы это поступающие снаружи съедобные и несъедобные иногда бывает материя а в этом случае орган работает в холостую потому что постоянная стимуляция вот-вот и даже вокруг запахи это печется и так далее все это видим в мысли это приходит и так далее все работает но объекта работы нет над чем работать над самим собой вот и происходит то самое патологическое возможно самопереваривание которое в крайнем случае и доводит до болезненных симптомов поэтому это на самом деле очень весомая профпатология для всех кто работает в готовке пищи вы постоянно там сталкиваетесь запахами и вы постоянно находитесь под стимуляцией люди которые находятся в обострении гастрита в обострении панкреатита в обострении дуоденита гастродиоденита или при хронических формах этих заболеваний вам нужно менять место работы или просить 10 зарплат что ли за это потому что рано или поздно это обострится и вам будет очень тяжело и больно и вам все равно придется эту работу оставить далее посмотрим что нам доступно из анализов и так первое что видим это к программа общий анализ скала и он дает нам некоторую информацию уже и так в калии много не переваренных мышечных волокон ага дальше жирные кислоты не переварены дальше не переваренный крахмал и также здесь есть конечно же не перевариваемая клетчатка но раз она не перевариваемая мы уже это как бы ожидаем что она здесь будет да и самое то что мне больше всего не нравится мы здесь видим что разрастаются бактерии йодофильные бактерии человека уже начинает в принципе захватывать пожирать микрофлора почему так происходит потому что поджелудочная железа все больше у меня фокус внимания направляется на состояние поджелудочной железы она на момент вот этого исследования является вне самой лучшей форме как минимум хронический панкреатит к чему приводит тем более в обострении это нехватка пищеварительных ферментов в итоге человек ест но кроме него еще и микрофлора ест потому что ферменты он вырабатывает со сниженной интенсивностью и значит больше не переваренной пищи попадает туда куда не должно попадать то есть это в толстый кишечник а в толстом кишечнике полно голодных ртов которые постоянно хотят вас захватить и вот они это и делают да то есть данном случае мы видим что при панкреатите хроническом или в обострении может постепенно увеличиваться количество микрофлоры в том числе и в толстом кишечнике а в тяжелых случаях и в тонком это будет происходить здесь мы еще до этого скорее всего не дошли так что бактерии здесь которые мы видим они могут усложнять течение заболевания и если будет слишком много они будут том числе и давать воспаление отдельное но это возможно еще мы до этого не дойдем мы для этого точнее сделаем все чтобы не прийти к этому из остальных анализов кала еще был сделан посев в котором обнаружен минимальный дисбактериоз посеве кала я даже не стал его здесь прикреплять потому что абсолютно ничего примечательного в принципе ожидаемо для практически всего что мы видим у людей это сниженное количество этих лактобифидобактерий которые якобы считаются полезными да раз они снижены значит их место мог занять кто-то другой потому что в посеве всегда определяется там день 15-20 каких-то известных строчек и еще там живет миллионы того о ком и не знаем так вот места тех кто так скажем не дорос бифидо и лакта допустим их меньше их место скорее всего может занять тот кого может быть даже и будет не видно в посеве и он как раз здесь может быть у нас к программе дополняется да мы видим вот эти йодофильные бактерии которых h2 плюс а вот этот дисбактериоз является скорее всего вторичным то есть он возник вследствие того что пищеварительная система не в лучшей форме она позволяет этим гадам есть еду которую человек ел для себя это неприемлемо и если так долго продолжается то это обязательно приводит к воспалению кишечника потому что иммунная система не может долго справляться с постоянным избыточным ростом этой чертовой микрофлоры которую все стараются раскормить так вот тем кто призывает людей раскаливать микрофлору могу дать один вредный совет заболейте хроническим панкреатитом и тогда вы будете более эффективно кормить свою микрофлору а помните эту лекцию в которой мы смотрели исследования где одну группу кормили клетчаткой усиленно а другой группе давали ферментированную пищу и помните как у группы с клетчаткой воспалился кишечник у многих из них да у я представляю как если вот этому человеку сейчас при том что запор есть и хронический панкреатит с вот этим разрастанием бактерий как бы гастроэнтерологи формальные попросили клетчатки есть больше какой бы был эффект да как бы микрофлора разрасталась до прекрасно все радуются микробиологи радуются кастроэнтерологи пляшут но человек воспаляется и болеет дальше потому что кормление микрофлоры вы панкреатит гастродиоденит не вылечите следующая общий анализ крови что интересного нам он покажет лейкоциты 7 и 3 да конечно по их нормам это еще якобы не высоко но мои нормы они более чуткие я хотел бы видеть лейкоциты у человека на уровне 4-5 может быть пять с половиной но иногда может быть 6 терпимо но выше 6 когда это идет для меня это уже признак такого какого-то подострого или хронического воспаления что мы в принципе здесь видим человек страдает действительно у него чертовски болит живот в этих приступах и мы видим воспаление это ожидаемо да поэтому эти нормы их всегда надо немножко более чутко смотреть чем они их показывают этих референсах более того мы здесь видим что напряглись база филы мы видим что их стало серьезно больше на самом деле а база филы такие клетки которые реагируют одними из первых на острую атаку они быстро появляются защищались и тут же отвалили вот так они работают и в их здесь их видим и мы причем их видели в нескольких анализах в принципе подряд то есть они достаточно долго у человека находились повышенными это о чем-то ведь говорит что это как раз таки какая-то проблема где база филы борются база филы борется именно с атаками извне они борются и с бактериями и с грибами в меньшей степени они касаются вирусов но здесь они почему-то напряглись и трудно сказать на что эта реакция на то что внутри поджелудочной железы нужна помощь да нужно там с чем-то справляться и заниматься регенерации в том числе или это уже реакция на то что бактерии начинают разрастаться в кишечнике и нужно их усмирять пока сказать трудно и сегодня это не самый главный вопрос в этой истории самый главный вопрос в этой истории это вернуть человеку высокое качество жизни убрать эти болевые приступы неважно какая причина за этим стоит нужно всегда сделать человеку легче следующем анализе крови снова из раздела лейкоцитарной формулы мы опять видим что база филы так и остаются повышенными да то что я рассказал об этом оно актуально и и здесь моноциты тоже слегка напряженные но буквально слегка то есть мы либо это зачитываем что немножко какое-то напряжение есть может быть со стороны вирусов в том числе да хотя моноциты не только вирусами занимаемся да либо мы на это смотрим как буквально небольшое статистическое отклонение но про вирусы у нас будет еще дальше важные замечания что может нам осветить биохимия крови на этот раз мы видим амилазу в пределах нормы 19 единиц обычно острый панкреатит сопровождается серьезными повышениями амилазы но вот в том-то история что мне кажется мы видим далеко не самый типичный панкреатит и в этом нам подсказывает следующий фермент который называется липаза панкреатическая и она здесь уже подбирается к верхней границе нормы и как раз множество существует таких панкреатитов хронического течения у которых амилаза прекрасно себя чувствует нормально выглядит а вот липаза находится в напряжении и вероятно это тот как раз таки и самый случай необычного хронического панкреатита где реагирует только липаза что дальше мы видим в анализах это скорее из-за разряда эндокринологии хотя эндокринологии гастроэндерология они друг с другом очень взаимосвязаны мы видим что буквально слегка вот тут немножечко повышен холестерин настолько что меня это лично не волнует потому что холестерин у человека под стрессом всегда повышается потому что он будет являться субстратом для последующего синтеза защитных молекул типа пригненолона прогестерона иногда и тестостерона еще в том числе поэтому он нужен системе да и здесь более того что остальные так скажем фракции холестеролов они никак себя не показали что мы больше видим это то что щитовидная железа находится тоже в каком-то состоянии не самой боевой готовности до ттг как видите 274 по формальным нормам текущей эндокринологической догмы это якобы еще нормально да потому что они ждут пока это будет все четыре четыре пять я помню что на прошлой консультации которая была вот тогда тот с первым на втором году человека был в пределах двух этот ттг поэтому все было в принципе нормально тогда мы на это особенно не реагировали тем не менее здесь не только на этот раз повышен ттг здесь еще и т3 в каком-то слабом состоянии находится нам желательно видеть его выше трех хотя бы здесь 296 то есть щитовидная железа почему-то в состоянии как они говорят не стояние поэтому ее активно стимулирует мозг через ттг что является провоспалительной ситуации самой по себе чем меньше стимуляции от ттг тем в принципе здоровее жизнеспособнее и активнее щитовидная железа поэтому что мы здесь имеем да возможно и холестерол который у нас слегка повышен тоже связан со слегка сниженной в данный момент щитовидной функции более того что человек еще докладывает это всю жизнь руки и ноги холодные температура тела 35 и 6 или 36 и 1 когда 36 и 6 то уже чувствует что заболела на момент консультации прям цитата ноги ледяные хотя сижу на солнце в тепле о чем это может быть говорить да что централизация кровообращения происходит и это состояние в том числе хронического стресса хроническая стрессовая реакция централизация кровообращения в том числе говорит о том что у человека не хватает в организме карбон диоксида слабо производится карбон диоксид который обеспечивает релаксацию периферических сосудов чтобы туда поступала кровь и обогревала эти конечности про карбон диоксид есть отдельная лекция например называется про то что болезнетворные факторы окружающей среди и как им противостоять там показаны способы повышения карбон диоксида и вы можете их использовать дома буквально без каких-либо дополнительных проволочек там ничего в принципе сложного и этим невозможно себе навредить если не быть совсем уж так скажем отчаянным человеком так вот карбон диоксид тоже его производство снижено в условиях гипотиреоза поэтому у нас тут есть такие уже я бы сказал весомые намеки что есть состояние сниженного метаболизма чем это грозит самое главное в этой ситуации в контексте вот этого может быть даже уже предъязвенного состояния что замедлена регенерация потому что при сниженном метаболизме меньше образуется свободной энергии которую можно направить на работу а одна из этих работ это восстановление целостности структуры а значит и функциональности наших тканей и органов в данном случае мы говорим про желудочно-кишечный тракт потому что при гипотиреозе выздоравливать человек будет медленнее мы не знаем что здесь было первым сниженная функция метаболизма до либо это само вот это состояние панкреатита с последующей с последующим переходом в хроническую инфекцию кишечника которая здесь не за горами это может сама по себе приводить уже к вторичному гипотиреозу когда кишка не в ладах с собой не в ладах с микрофлорой и зарастает клинической инфекцией то гипотиреоз постепенно тоже у человека формируется обязательно даже если все остальные параметры здоровые поэтому я предположу что мы просто буквально поймали человека в состоянии начинающегося относительно легкого еще дистресса поэтому щитовидная железа еще не успела сильно провалиться дано дано она уже под нагрузкой а самое главное мы сейчас снимаем хроническую эту стрессовую реакцию убираем боль восстанавливаем то что у человека болит и скорее всего щитовидная функция после этого потихонечку наладится восстановится и пойдет как она должна была идти без этого состояния но единственное что еще можно здесь добавить что у человека ферритин сниженный бывает при анемии проявляются симптомы гипотиреоза а тем не менее человек уже в менопаузе поэтому кровь не теряет и значит что он также хорошо накапливает железо из пищи как и мужчины да у которых не было кровотечений менструальных в течение жизни поэтому в принципе есть шанс что человек просто поедая продукты богатые железом про железо у нас статья уже как минут две лекции лекция про дефицит железа как восполнять лекция про избыток железа как тоже его от него избавляться это все есть на канале пожалуйста найдите посмотрите вот поэтому я думаю что ферритин понемножку сам по себе отрастет если сконцентрировать свое внимание на тех железных секретах которые и человек знает и в той лекции я тоже всем доложил дальше что еще здесь можно сказать уже в разрезе происходящей ситуации что у человека на ногах появились между пальцами папилломы то есть прорастают немного вирусы в кожу ага интересно и последний год человек сообщает бывает ангины такие острые достаточно температура 40 плюс несколько дней плюс боль в горле а потом восстанавливается и снова идет жить то есть о чем это мне говорит лично мне это говорит лично про иммунитет что иммунитет у человека как-то подпросел потому что вирусы показываются и головы болезнетворные когда иммунитет проседает также с герпесом также всеми остальными кожными проявлениями которые папилломы тоже через кожу проявляется герпес тоже через кожу проявляется во всех этих случаях вирусы всегда живут в человеке хронически но они не показываются и активности если иммунитет держит их под контролем тут за последнее время у человека как-то иммунитет подпросел да и с этим тоже нужно будет помогать разбираться это одно из направлений деятельности которым надо заниматься параллельно с одной стороны чтобы саму ситуацию исправить с другой стороны чтобы ускорить способность к регенерации то что без регенерации восстановления слизистых оболочек и целостности структуры мы далеко не уйдем не с лечебным питанием не с дополнительными медикаментами что еще с биохимией можно отдельно посмотреть это гликированный гемоглобин показывает 541 что ж это буквально единичное измерение у нас предыдущего нет поэтому мы не знаем динамику конечно через три-четыре месяца человек посмотрит гемоглобин заново вот если не было так скажем предыдущего может быть повышенной повышенной предыдущей нагрузки углеводами до гликемическая нагрузка что называется то тогда можно говорить на то что человек находится под хронической стрессовой реакцией и под хронической стрессовой реакции душа человек уже несколько месяцев на момент консультации испытывал эти симптомы неприятные на работе да и там тяжело еще болит тяжело в общем это хронический стресс под хронической стрессовой реакцией растет понемногу гликированный гемоглобин, независимо от того, на каком питании человек находится. Еще у нас здесь немного информации есть про антителак, бактерии Хиллари. Сразу скажу, два года назад, когда мы занимались той язвой, там был повышен иммуноглобулин А к бактерии Хиллари. И это означало тогда, что активность на слизистой оболочке есть. И цифры достаточно были существенные. Мы тогда это все полечили, в том числе и давали, конечно же, терапию, которая подавляет Хиллари. Это определенные схемы антибиотиков. В данном случае там формальные схемы, они достаточно жесткие, тяжелые. Мне пришлось пересматривать их все, исключать оттуда наиболее ядовитые антибиотики и как-то пользоваться неким, так скажем, синтезом нескольких схем, но наиболее эффективных и легких. Сразу говорю, будьте аккуратны с этими схемами лечения бактерий Хиллари, потому что там часть антибиотиков по определению токсична. Их можно уже заменять на более новые, более современные, более безопасные аналоги. Об этом, пожалуйста, спросите своего лечащего врача. Будьте аккуратны, потому что самолечение антибиотиками может серьезно навредить. Иммуноглобулин Джи еще есть к бактерии Хиллари. Он здесь достаточно высокий, в четыре раза больше, чем норма. В прошлый раз он был еще выше. И на данный момент для меня это пока что подозрение, только подозрение, что есть иммунитет. Бактерия в организме определенного человека живет. Иначе не было бы таких больших антител. Но мы видим, что IGA стал меньше. Это значит, что на именно слизистой, на поверхности, она своей активности не проявляет. А она живет подавленно, иммунитет ее контролирует. Иммунитет контролирует ее достаточно напряженно. Что я говорю, что вопросы к иммунитету. Почему он вот так позволяет вирусам выскакивать с ангинами ситуация пошла. То есть здесь нужна определенная иммунологическая помощь человеку. Возможно, все это вызвано как раз таки стрессовой ситуацией с работой. Тем не менее, если что, то наш арсенал всегда готов выдать порцию батареи с залпом антибиотиков. Самых эффективных и самых безопасных из тех, что я знаю о своем опыте. Поэтому моя рука буквально на пусковом крючке занесена над кнопкой запуска ракет-антибиотиков. Если что, мы это имеем в виду. Но мы стараемся в данном случае антибиотики не назначать первыми. Потому что я проверил все данные по пациенту, какие возможно. Анализы, посеивы, дисбактериозы. Еще нету явного-явного разрастания какой-то известного заведомого патогенной флоры. Поэтому антибиотики ждут всего часа. Но рука занесена уже над пультом управления по запуску антибиотиков в цель. Поэтому, если что, мы здесь этим сможем воспользоваться далее. Я хочу еще раз предостеречь вас насчет антибиотиков. Потому что это эффективное, сильное оружие в руках знающего специалиста. Если этот пациент использует самостоятельно, то здесь высокий риск себе навредить. Будьте очень аккуратны. Да, антибиотики вы чувствуете, как они помогают на короткой ноге, дают облегчение ситуации. Вы сразу чувствуете себя лучше, быстрее выздоравливаете. Но помните, что то, что вы смыли антибиотиками из своего организма, оно может вернуться и чаще всего возвращается, если вы не адресовали свои усилия, свое внимание тем причинам, по которым почему-то в организм возвращаются эти твари и пакости, от которых вы потом болеете. То есть это вопрос к состоянию вашего иммунитета, насколько вы загружены, насколько вы во власти хронической стрессовой реакции, насколько у вас разрушен сон. Не допускайте разрушенного сна. УЗИ свежее по этому случаю, конечно, вызывает у меня больше вопросов, чем дает ответов. Пункт первый. Здесь нет ни единого изображения фотографии. То есть вы как видите, то, что они распечатали, здесь даже файл не смог отобразиться. Такой уровень УЗИ. Дальше. Если мы посмотрим на заключение, то в заключении написано эхо-признаки диффузных изменений печени и поджелудочной железы. Самое, что мне веселит, что в самом описании поджелудочной железы я не вижу ни одной строчки о том, что есть какие-то изменения. Эхогенность обычная, структура не изменена. Размеры абсолютно нормальные. Меня вообще веселит. Как так этот специалист в заключение выносит, а в описание не выносит? Потому что факт такой. То, что есть в заключении, оно должно быть обязательно и в описании. Иначе ты не можешь делать заключение, если у тебя нет факта. То есть факта нет в описании, но в заключении есть его упоминание. Поэтому это для меня возникает вопрос. То же самое я могу сказать про то, что человек написал про печень. То есть диффузное изменение печени в заключении. Но в описании с печенью все нормально. Нормальные размеры, нормальная структура, эхогенность обычная. Но в отключении оказываются эхопризнаки диффузных изменений печени. Как так? Я вот спрашиваю этих УЗИ со специалистов. Как так вы делаете эти заключения, допуская, что вы не ставите факт в описании? В описании нет факта. Это не может быть так. Тем не менее, в этом УЗИ что еще? Ну, конечно, надо напомнить, что человек тут допустил ошибку в слове воспалительный. Оно немного по-другому пишется. Но кроме того, если уж до этого не доскребаться, то мы видим, что человек, УЗИст, нашел здесь какой-то неопроцесс в ободочной кишке. Да, если посмотреть, то здесь находится какая вещь? Эхопризнаки гетерогенного образования в стенке кишки в проекции сезеночного угла ободочной кишки. Ага. То есть там что-то находится. И больше нам УЗИ не может сказать на самом деле. УЗИ вот видит, что там что-то есть, но оно не может сказать, что это. Поэтому дальше гадайте сами. Дальше нужна, соответственно, додиогностика. То есть нужно делать дальше либо магнитно-резонансную томографию брюшной полости, либо мультиспиральную компьютерную томографию с рентгеноконтрастом. И это вы делаете, исходя из того, что вам назначает врач, который ведет эту ситуацию. В данном случае мы посмотрели через МРТ. МРТ показал более такую детальную картину. Собственно, он точнее. Спасибо МРТ за это. Что печень увеличена. Мы здесь видим, что называется гепатомигалия. Дальше, что немножко изменена плотность печени. Соответственно, увеличена плотность, изменена. Ага. И есть кисты в печени. Сколько? Четыре штуки кисты диаметром до 11 мм. Возможно, кисты сегодня не про текущую ситуацию, но они говорят о том, что эта печень в прошлом или накануне перенесла какое-то воздействие токсическое. Потому что кисты – это, по сути, как пузырьки. Пузырек. Цистокиста – это означает пузырек. Пузырек в печени, который заполнен каким-то содержимым. Эти пузырьки образуются, когда печень чем-то повреждается. Женщина в менопаузе находится. Поэтому понятно, чем повреждается печень. Она повреждается избыточным эстрогеновым сигналом. Потому что печень продолжает работать с эстрогенами. И в менопаузу их еще становится даже больше. И из-за этого печень еще больше работает. После того, как прекращается продукция достаточного количества прогестерона в яичнике. Эстроген продолжает печень атаковать. И вот эти кисты, возможно, оттуда. Но это лишь пока мое предположение, что больше мы ничего об этом не знаем. Кисты нас в ситуации с текущим панкреатитом на самом деле волнуют мало. Мы их просто заметили. Это дополняет картину. И может быть, в чем-то дальше скажется. Но пока что эти кисты и кисты. Они вот как есть. Они могут так до конца жизни с человеком быть. И все. Киста – это уже произошедший неактивный процесс. Это кусок поврежденной ткани, который не смог регенерироваться полностью обратно в функциональную ткань. Почему не смог? Потому что печень под стрессом, под давлением, не было достаточного ресурса. Поэтому все это заместилось вот таким мешочком. Это слегка, едва, может быть, снижает функциональность печени, но не больно. На какую-то долгосрочную выживаемость сами кисты не влияют. Но состояние, в котором в печени больше склонность к образованию кист, оно влияет. Потому что означает, что у печени какой-то возможности сниженный ресурс. Но, к счастью, печень достаточно легко восстановить. И печень, она, в принципе, обычно переживает своих хозяев. Люди раньше погибают от какой-то нам сердечно-судистой ситуации. От какой-нибудь травмы, от какой-нибудь еще опухоли. Раньше, чем от печени. Если у них с печенью ничего в порядке. Она работает до конца. Дальше, значит, с поджелудочной железой здесь, на самом деле, ничего тоже не нашли. На УЗИ вроде как диффузные изменения. На МРТ поджелудочная железа без каких-то изменений. Что, в принципе, интересно, весело и хорошо. И в заключении только, что магнитно-резонансные признаки гепатомегалии. Увеличенная печень, диффузных изменений полинхимы печени и кисты печени. Все, больше ничего про поджелудочную железу ни слова. Значит, она либо в порядке, либо опять не досмотрели. И про какой-то неопроцесс, какое-то гидерообразование, которое было обнаружено в УЗИ, тоже ни слова. Это означает, что либо кишки не смотрели, либо там не нашли ничего. Оба варианта, они, в принципе, жизнеспособны, такие гипотезы. Поэтому, если уже дальше копать в этой ситуации, то человеку нужно тогда уже смотреть эту ситуацию с онкохирургом. Нужен онколог-хирург, потому что онколог-хирург тогда сможет подобрать точное уже исследование. Скорее всего, в данном случае будет мультиспиральная компьютерная томография с контрастом. Возможно, какая-то специфическая, как сказать, рентген-диагностика, потому что КТ это рентген-диагностика, все еще, которая подсветит нужные места. На данный момент МРТ ничего не показало. УЗИ что-то показало, но УЗИ не очень доверительно. Поэтому тут остается только проверять далее. Что делаем дальше в этой ситуации на основании полученных данных? Развиваем диагностику сценариев. Первое, прорабатываем наиболее емкие сценарии. Что они означают? Первый сценарий с натяжкой, с натяжкой можно предположить, это только начинающаяся болезнь Эллисона Золлингера. То есть это гастринома, то есть это новообразование, которое производит гастрин избыточный. Это заболевание может сочетаться с панкреатитом. Причем часть гастринома образуется именно в панкреас. Хоть и не нашли в панкреас вообще никаких признаков, ничего. Но это еще не исключает, что эта штука там может быть, потому что она может быть достаточно маленькая. Ее может увидеть только более высокоточное разрешение. Соответственно требуется углубленная диагностика. Как я уже сказала, специфическая МСКТ брюшной полости с контрастом. Дальше определение уровней гастрина в крови тоже будет очень весомо. И конечно же консультация онколога и хирурга. Сразу скажу, что про болезнь Эллисона Золлингера нужно знать. Это такое состояние, когда много образуется гастрина. Чаще всего из-за нейроэндокринной опухоли, которая называется гастринома. Она и производит гастрин. Гастрин стимулирует постоянную выработку желудочного сока. Соответственно постоянная выработка желудочного сока в долгосроке повреждает и желудок, и перстную кишку. И вот это и вызывает язвы. Это всегда нужно проверять и иметь в виду. Хотя это нечастое событие. Но не все складывается в отношении диагностики именно этой ситуации. Потому что при болезни Эллисона Золлингера там будет диарея преобладать над запором. У нас здесь преобладает запор. Диареи нет. И у нас скорее всего нету какой-то избыточной патологической стимуляции желудка. По крайней мере я предполагаю так. То есть по клинической симптоматике не очень сходится. Но тем не менее все равно это нужно более углубленно проверить. Что еще у нас впереди. Дальше. Второй сценарий. Иное нарушение, приводящее к болезненной стимуляции зоны, в которую входит желудок, геносперстная кишка, и панкреас. Это может быть и воспалительный процесс в панкреас, что называется панкреатит. Причину воспаления в панкреас, то есть панкреатит, установить трудно без биопсии. Биопсию мы не можем делать, нам не нужно и обычно это не требуется. Но что может повреждать эту панкреас, которая сейчас у человека страдает. На работе человек получает бесконечную стимуляцию пищеварения. Плюс воздействие продуктов горения промышленных пищевых добавок, включая растительные жиры и трансжиры. Вот интересно, насколько это влияет. Но есть определенные научные данные, что количество циркулирующих омега-6 в крови коррелирует с риском в том числе и рака поджелудочной железы. То есть это такая интересная ситуация, которую мы пока можем только предположить. У нас нет каких-то жестких оснований и доказательств. И это более того невозможно как-то диагностировать в условиях клинических, которые мы имеем. Соответственно нужно помнить, что здесь происходит еще и профпатология. Помнить, что человек работает в помещении кондитерском, где печется все это дело. И он еще занимается этим тестом, тестом, то есть тестер и так далее. И напрямую с этим контактирует, постоянно стимуляция. И все это еще где-то там горит в печке. Выделяется воздух, дым и нет вытяжки нормальной. То есть нарушение безопасных условий труда в развитых странах. Это судебный иск и серьезные компенсации и закрытие этого предприятия. Но это где-нибудь в ZAO USA, ZAO European Union. Но в ZAO RF вряд ли вы этого добьетесь. Хотя попытаться восстановить справедливость всегда стоит. Дальше другие нейроэндокринные опухоли, оказывающие стимуляцию на панкреас. Тут конечно можно только гадать, чего только нам не подкидывает патофизиология. Образоваться может много чего. Собственно здесь нужна опять-таки углубленная диагностика и консультация онколога-хирурга. Да, вот это разряд, что называется, емкие, так скажем, сценарии. Мягко говоря, я это назвал. Почему? Потому что когда человек ко мне обращается с проблемой, с помощью я всегда прорабатываю в голове. Так, надо сначала позаботиться о самом отвратительном, что может произойти с человеком. Это о ближайшей и скорейшей смерти. Увидеть, не угрожает ли ему ближайшая и скорейшая смерть. У меня эта привычка осталась откуда? Первое, это когда я работал спасателем, раз. И второе, когда у меня была практика в реанимации. Соответственно, все, кто обращаются за спасением, то есть к спасателю, все, кто обращаются в реанимацию, это люди, которые находятся чаще всего в крайней опасности. То есть они не пришли к тебе шутки шутить. Поэтому моя голова устроена. Привыкла работать так, что сначала мы отрабатываем все плохое. Отработаем все плохое, так скажем, максимально. А хорошее, оно и без нас само себе позаботится. Поэтому сначала я проработал вот эти емкие сценарии. У человека есть план диагностики, которому нужно следовать и уточнять эту ситуацию. И вот после того, как мы отработав вот эти емкие, мягко говоря, сценарии, мы уже занимаемся чем-то более, так скажем, тем, что у нас сейчас во власти. То, что не требует ближайшей углубленной диагностики. Собственно, вы спросите, а что у нас здесь во власти? А надо помнить, что человек поступил с жалобами, ему плохо, у него падает качество жизни. Он еще и зарастает этой поганой микрофлорой, вторичной из-за осложнения основного заболевания. Вот этим надо заниматься. То есть у нас уже имеется целый патогенетический механизм. Патогенетическая машина работает. Она работает на смерть. Ага. Наша задача, что вклиниться, поставить туда, так скажем, какой-нибудь гвоздодер, фомку, воткнуть в эту шестеренку. Хорошо. Патогенетический механизм смерти остановится. И мы туда, значит, возвращаем все шестеренки, которые за физиологию. То есть мы включаем механизм физиологии, который поддерживает жизнь. Вот наша задача. Все. Даже если мы не знаем причину, мы можем вмешаться в патогенез-системы. И пока мы вмешиваемся в патогенез-системы, мы можем проверять все остальные гипотезы. Это я в общем говорю, это касается всех, кто это слышит. Там и пациенты, и врачи. Это основная логика. То есть причины мы узнаем фоном. Это круто. Но патогенетический механизм, который человека ломает сейчас и притягивает его на сторону смерти, мы стараемся остановить как можно скорее и повернуть систему в другую сторону, в сторону физиологии, снова нарабатывать энтальпию, то есть свободную энергию, чтобы дальше жить. Итак, пока идет остальная диагностика, останавливаем патогенез и выключаем симптомы. То, что я и сказал. Итак, здесь уже можно, так скажем, вздохнуть спокойно, потому что здесь мы рассматриваем простейший сценарий. Трудоемкие сценарии были выше. Простейший сценарий. У человека обострение хронического панкреатита из-за постоянной стимуляции пищеварения на работе, плюс вдыхание тактичных продуктов распада компонентов пищевой промышленности. Вот это самая простая механистическая теория, и мы можем ее отработать уже начиная вот с сегодня. Человек пришел, ага, и мы ее отрабатываем, и в течение недели-двух мы должны уже видеть, а какая динамика. Соответственно, что здесь мы делаем, это в принципе общая схема, логики которой можно следовать и пациентам, и врачам, потому что она достаточно универсальна. Другое дело, что каждый на это прикрепит какие-то свои лечебные моменты, свои медикаменты и так далее. Пункт первый. Нужно максимально уйти от болезнетворного воздействия. То есть там постоянная стимуляция, человек работает с этим тестом и так далее. Нужно что сделать? Больничный взять, отпуск взять или просто смену работы. Иначе, если постоянно мы идем туда, где у нас руку ошпаривают, мы в конце концов эту руку потеряем, мягко говоря. Зачем постоянно руку в кипяток совать, если мы хотим выздороветь? Если мы не прекратим руку в кипяток совать, кожа так и слезет, потом мясо слезет, и руку мы потеряем. Понятная логика? Понятная. Дальше. Соответственно, второе. На фоне того, что человек ушел максимально от болезнетворного воздействия, делается повтор протокола функциональной реабилитации желудка и двенадцатиперстной кишки. Потому что он был эффективен в прошлый раз, и симптоматика была такая же, как в прошлый раз. Значит, эту гипотезу надо отработать самой первой, потому что она самая ближняя, чтобы за нее схватиться и нанести какую-то пользу. Дальше. Этот протокол эффективен при обострении панкреатита в том числе. И он предотвратит повторную язву, потому что человек, возможно, находится на пороге открытия эрозии и дальнейшей язвы. Обязательно протокол проходим с подходящими под показания медикаментами. Соответственно, я медикаменты знаю, они в соответствии с тем протоколом, который у меня в Академии есть, назначаются. Вы эти медикаменты получите у своего гастроэнтеролога. То есть вы, зная лечебную часть, которая находится в открытом доступе на Ютубе, сможете пойти с этими знаниями уже к гастроэнтерологу, сказать о своей ситуации и получить медикаменты. И медикаменты от формального гастроэнтеролога, плюс лечебное питание, протокол на основе функционального питания от Константина Монастырского, это уже будет серьезная польза, я считаю. Соответственно, что дает все это мероприятие? Снижение патологической стимуляции на панкреас дает ей возможность просто передохнуть. И защита слизистых оболочек, это дает возможность регенерировать, то есть восстановиться от повреждающих событий. Дальше на этом все не заканчивается на самом деле, потому что у человека проблема, так скажем, видите, заходит в разные, так скажем, разделы физиологии и медицины. Поэтому вот эта часть у нас занимается полностью, шлифует слизистую оболочку, успокаивает поджелудочную железу, тормозит невоспаление и так далее. Что мы делаем кроме этого? Дополнительные направления терапии. Поддержание пищеварения. То есть мы не допускаем кормления микрофлоры. Все, что человек ест, должно усваиваться им. Если на фоне хронического панкреатита человек не усваивает пищу, ее ест микрофлора. И от того, что она размножается и растет там, человек от этого здоровее почему-то не становится. Вопреки уверениям формальной вот этой популярной трендовой логики, что надо раскормить всех этих тварей в животе и будет вам счастье. Как-то при хроническом панкреатите я такого не наблюдал ни разу. Дальше. Что мы делаем еще? Снижение воспаления и обезболивания. Зачем? Мы снижаем постоянную стресс-реакцию. Потому что человек постоянно чувствует боль фоновую, приступообразную и так далее. Что это? Это еще больше разжигает реакцию стресса. Человек еще меньше отдыхает, еще меньше шансов остановиться, еще меньше шансов регенерироваться. Нам это не нужно. Поэтому мы снижаем болевую стимуляцию и снижаем воспаление. Минимальная поддержка иммунитета. Противовирусные мероприятия. Противогрибковые и противобактериальные мероприятия. Мы, соответственно, что? Даем иммунитету отдых. Делаем это мероприятие эти все. Параллельно восстанавливается способность иммунитета заживлять повреждения. Потому что иммунитет больше ничего не атакует. Понимаете? Грибы успокоились. Бактерии успокоились. Вирусы успокоились. И на этом этапе еще не использованы антибиотики. Пока без антибиотиков здесь я указываю. Хотя рука уже на кабуре. То есть мы готовы, если что. Но мы добиваемся того, что поддерживаем иммунитет, снижаем стимуляцию патологическую от бактерий, вирусов и грибов. Суммарно лечение получилось на самом деле не очень большим. По сравнению, например, с тем, что я описывал в одном из клинических случаев, в котором был правоспаление печени. Можете посмотреть на канале. Там было больше препаратов. Здесь у нас получается суммарное лечение такое. Лечебное питание. Около четырех недель. Согласно тому протоколу лечебного питания, который есть в сети уже. Можете посмотреть его. Понять, о чем речь. Параллельно с этим на протяжении 12 недель человек принимает 6 лекарственных средств курсом. Плюс 2 по требованию. И параллельно с этим 5 добавок с фармакологическим эффектом. То есть это относительно небольшое количество препаратов. Поверьте мне. Может кому-то покажется. Это же сколько надо таблеток принимать. Но ребята, на самом деле в большинстве случаев мы назначаем еще больше. Потому что это требует того ситуация. Но все эти таблетки, лекарства, БАДы, добавки. Они принимаются не одновременно. Они принимаются соответственно с логикой определенной. Курсово, по требованию и так далее. Поэтому бояться медикаментов не нужно. Нужно уметь их грамотно использовать. А спонсором нашего клинического доклада является Академия Доктор Ник. Это то место, где вы можете получить доступ к замечательным протоколам, повышающим качество вашей жизни. И я приглашаю вас как раз на новую грядущую лекцию. Которая является уже по сути седьмой сессией изучения биологической ценности пищи, диагностики, восстановления минеральных и витаминных балансов. Где это можно найти? Итак, в гугле или в любом другом поисковике вводим Доктор Ник Академия. Он выдает вам результат. Нажимаем на самый первый. Впадаем на сам сайт. Здесь мы можем найти множество разных интересных лекций. В том числе и то, что касается сегодняшнего нашего случая. Это про восстановление при гастродоудените. Вот этот протокол. А новая лекция, на которую я вас приглашаю, она у нас про железо, цинк, медь и витамин С. Мы их разбираем вместе, потому что в метаболизме они достаточно тесно между собой сотрудничают, взаимодействуют. Лекция уже скоро, поэтому успейте занять места. Большое спасибо. Возвращаемся к докладу. Наши консультации по поводу случая 23-24 года были в августе и сентябре. То есть с тех пор уже прошло сколько? 10, 11, 12, 1, 3-4 месяца около того прошло. То есть человек какую-то терапию, в принципе, уже скорее всего распробовал. И в принципе, по формальной врачебной этике нельзя тревожить пациента. Нельзя его спрашивать, звонить ему и так далее, узнавать, а как вы себя чувствуете и так далее. Это считается в разных странах как домогательство до человека, который находится в беспомощном состоянии. Потому что пациент это тот, кто обращается за помощью. Раз он не может сам справиться, это и есть беспомощное состояние. Если он обращается к врачу, в рамках консультации врач все дает, помогает. Все, дальше уже пациент, если нужно, снова обращается. Но здесь ради интереса, и так как, как говорят они, особенный день, я позволил себе нарушить эту формальную этику, врачебную логику. И спросил все-таки, а как ваша ситуация сейчас? Как поживаете? И что же нам человек сообщил? Итак, консультации назначали и проходили мы с помощью дочери пациентки. Это было в августе-сентябре, и вот в январе, 16 января, я уточняю. Здравствуйте, как ситуация у вас и вашей мамы? Удалось ли получить дополнительную диагностику и консультацию? Ответ значит. Здравствуйте, Никита. Мама приболела, и анализы и консультация будет только в конце января. Сразу же вам отпишемся. Боли у мамы прошли в течение двух дней с начала приема ацетилки и недолгого соблюдения терапии по питанию. Соответственно, я думаю, уже как-то слишком легко мы отделались, надо уточнить все-таки. И решил уточнить, а только ли боли это касается, или всей симптоматики. Поэтому спасибо за новости. Это касается только боли, или вся остальная симптоматика, которую мы разбирали во время консультации, отступила? Конечно, кроме того, что мама сейчас болеет чем-то сезонным, ее что-нибудь тревожит ли из прошлых симптомов? Какой был ответ? Вся симптоматика прошла тогда, сейчас просто простуда, кашель, температура поднималась с головной болью. И был снова приступ спазмов сильных во время простуды. Ну, соответственно, люди снова начали принимать терапию, и вскоре это все прошло. Итак, вот такая обратная связь. Что ж, по врачебной логике, как вы понимаете, знаете, радоваться нельзя обычно. То есть вы неоднократно были на приеме в формальной медицине, и вас встречают с каменным лицом, и вас также провожают с каменным лицом. Что бы ни произошло, положительно или какое хотите негативное. Но в данном случае, видите ли, я считаю, что нам снова повезло, потому что сначала моя голова всегда отрабатывает все эти негативные, худшие сценарии. Такая привычка, я не могу этого выбирать. И пока я их не отработаю, облегчение не почувствую. Вот здесь, собственно, пока еще выясняется. То есть человеку назначили все эти консультации далее, которые я порекомендовал и так далее, всю эту диагностику. Но параллельно с этим, по логике, мы делали терапию, как я сказал, и уже есть облегчение. Причем такое облегчение, что сразу два дня буквально, или сколько там, и все прошло. Я аж удивился. Я думал, что будет посерьезнее битва-то, так скажем. Но это рано радуешься, мало ли, да, еще диагностика не закончена, понимаете. То есть человек, видите, слегка тут с этим вирусом обострение произошло, и раз, опять о себе дала знать вот эта поджелудочная железа напряженная. По крайней мере, предполагаю, что сейчас этот процесс в поджелудочной железе происходит. Такая моя логика. Но видите ли, да, то есть основная линия партии, которая сегодня имеется в виду, да, что протокол с медикаментами, тем более, это все работает. Это потрясающе, механически, тупо, просто патогенез, раз, тормозит патогенез, это процесс болезнетворный, да, процесс образования болезни. Все. Нам не нужен патогенез в здоровье. Мы из здоровья патогенез раз, и физиологию на ее место раз, и она снова крутится, крутится, и производит свободную энергию для жизни. Вот что такое. То есть вместо патогенез должен быть что? Гомеостаз, да, правильно. Гомеостаз это вау, все хорошо, когда, да, восстановили все потребности, удовлетворили. Вот он, гомеостаз. То есть, возвращаясь к нашей ситуации, человеку стало легче достаточно быстро. Это, в принципе, можно считать положительным, да, но рано еще радоваться, пускать салюты и пить шампанское, потому что нужна окончательная диагностика, да, чтобы, это опять в голове у меня играет вот эта пластинка, что надо отработать самое сначала стрёмное, да, и тогда уже самое легкое, оно, фух, с ним легко. Как мы видим, да, если это самый первый простой сценарий, о котором я сказал, чисто патологическая стимуляция от профпатологии, да, от того, что занимается человек этим пекарством, булками, этими всеми, промышленными, этими всеми, ну, не пищей, сами понимаете, что, видите, не только поедание промышленной пищи убивает человека, но и производство вот этой промышленной псевдопищи, то есть это что-то движимое имущество, даже оно убивает человека, видите-ка, одним запахом. Она же этого не ест, дома-то она нормально готовит, согласно нашим, так скажем, заповедям биологической ценности, а вот там на вот этой работе патологически постоянно дышит этим, запахи эти постоянно, стимуляция, плюс это горение этих всех страшных добавок промышленных. Ну, ладно, не сбивайся, Никита, давайте перейдем к каким-то следующим выводам. Итак, промежуточные выводы нашего доклада. Пункт первый. Снято механическое повреждение и воспаление панкреаса. Ага, это все как раз благодаря протоколу. Снижена патологическая стимуляция панкреаса, тоже благодаря протоколу. Снижена общая стресс-реакция, в том числе и благодаря протоколу, и остальным мероприятиям, которые параллельно, я рассказывал, мы делали. Следствием этого стало что? Вся симптоматика успокоилась достаточно быстро. Дальше, что точно есть? Патологический процесс в панкреас. То есть, в поджелудочной железе что-то вот есть, какое-то болезнетворное начало. Что там? Хроническое повреждение, воспаление. В том числе, ферментативная недостаточность в обострении. Но мы не знаем причину. То есть, то, что я доложил, это, собственно, следствие и механизмы. Но причину мы пока не знаем. Что еще можно предположить? Видим, что сезонный вирус дал легкое обострение процесса. Тут опять развилка на два сценария. Первый сценарий. Либо говорит о том, что в более уязвимом состоянии сразу дают знать о себе все хронии. То есть, это назначает снижение общей живучести. Я сделаю об этом сейчас пару комментариев. Общая живучесть. Что такое? Общая живучесть, это, собственно, фоновое состояние организма, общее. Когда он в максимальном состоянии, способности производить свободную энергию, энтальпию. И эта свободная энергия направляется как нужно с помощью наших, собственно, систем на нужную работу. На регенерацию, на рост, развитие, на память, на интеллект, на мышление, на творчество. Ну, кто чем занимается. Кто спортом, кто книги пишет, кто поет и так далее. Вот. То есть, в центре живучести общей находится что? Поток постоянной метаболической энергии. Та энергия, которую вы получаете преимущественно из еды. Ага. И, конечно же, солнце, так скажем. Ну, вся энергия, которую вы получаете, она так или иначе от солнца. Потому что солнце создало, по сути, этих растений. Растения едят животные. И вы едите животные и растения, которые в себе запасают энергию солнца. И вы ее используете. Так вот. Чтобы была общая высокая живучесть, нужно, чтобы был постоянный, непрерывный поток энергии. Образовывался, образовывался, образовывался. Потому что процессов в организме миллионы, миллиарды. На них постоянно нужно уделять эту энергию. Как она направляется, это другой вопрос. Это то уже, так скажем, в какой среде вы находитесь. Если вы в среде, что за вами бежит, например, там какой-нибудь этот чекист с ножом, да, или отряд ОМОНа и так далее, то ваша энергия направляется на убегание, на выживание, на драку, да. Раз. А если вы находитесь в состоянии спокойном, в спальне, да, прекрасно провели время там с любимым человеком и так далее, поели тоже качественно, согласно заповедям биологической ценности, и попали в атмосферу расслабленную, то этот постоянный поток энергии направляется на регенерацию. Восстанавливается то, что было за день повреждено, то, что было атаковано чем-то, да. Вот на это идет энергия. Но в центре и там, и там всегда стабильный поток энергии. Вот она, общая живучесть. Общая живучесть, когда есть этот поток энергии. Энергии хватает на все, успеваем со всем, значит, разобраться. Все, что было сломано, починить. Все, что нужно сделать, сделать. Все, на что нужно дать ответ, успеваем ответить. Вот это общая живучесть. Соответственно, вот этого человека, значит, вирусная вот эта ситуация произошла, да. Сезонный вирус напал. Сбил поток энергии. Общая живучесть провалилась. Поток энергии стал тоньше, меньше, как хотите, называйте. И в итоге стало ограниченное количество энергии, которую нужно направлять на разные эти процессы. И в том числе на поддержание спокойной ситуации в панкреас. Поджелудочная железя, она слева здесь находится. И вот оно обострение. То есть, вот это как раз, это сценарий, который я говорю. Общая живучесть, все круто, нормально идет, прет. Вы себя чувствуете прекрасно, вас хронии никакие не трогают. Ага. Общая живучесть спадает, когда снижается вместе с падением постоянного потока энергии. Все эти хронии просыпаются. Ой, боль в спине, ой, колено, ой, голова, ой, поджелудка, ой, запор, ой, аллергия. Вот эти все ситуации, да, на фоне сниженной биоэнергетики. Не той шизотерики, которая, знаете, на полках магазина. Подходишь, читаешь, биоэнергетика. Ага. Книги смотришь. Пророки, экстрасенсы и прочие мудаки. Ребята, серьезно, биоэнергетика это научная дисциплина о производстве свободной энергии в живой материи. Это даже в чертовой Википедии написано. Это не про какую-то эту духовную дурь. Я про биоэнергетику и образование энергии. Снижается биоэнергетика, снижается общая живучесть, обостряются все хронии, и человек чувствует себя разбитым. Вы все, и я в том числе, знаете это состояние, когда на вас напал вирус какой-нибудь, да? И мышцы болят, все болит, все, суставы, все. И неприятные ощущения, и кожа даже как будто бы такая оголена, да? Вот это что такое общая живучесть, и когда она низкая, обостряются все хронии. И вот я вам скажу, что серьезное в медицине внимание должно уделяться именно повышению общей живучести. Это называется создавать здоровье, по-моему, да? Вот. Но в формальной медицине ни черта не уделяется внимания именно общей живучести. Все, просто ноль, да? Все внимание уделяется на когда уже все провалилось, когда уже ничего не помогает, когда уже только погибать. Вот этому процессу, когда человек в этом состоянии уделяется внимания. То есть не профилактике, а профилактика, она в живучести общей. А когда уже все плохо? Когда уже все плохо, уже все поздно, понимаете, да? Я понимаю, что экстренные службы, скорая помощь и так далее, они нужны для этого, чтобы доставать человека из беды. Я сам спасателем проработал и в реанимации у меня была практика. Поэтому я это все прекрасно знаю, понимаю. В этом может оказаться каждый. Но хронические ситуации, хронические болезни их бесполезно лечить, как видите. Бесполезно лечить. Рано или поздно какая-нибудь опять хрень проклюнется, опять что будет болеть. Да, этим надо заниматься, когда вы это чувствуете. Но серьезное внимание пациента должно быть направлено пункт первый, на знание механизма своей болезни. Пункт второй, на создание ежедневной поддерживаемой рутины, которая дает человеку максимально непрерывный поток энергии. Не какой-то шезотерической опять, да? А то, что вы можете адекватно усваивать эту пищу, из нее же добывать эту энергию. И эту энергию пускать на все эти дела, которые в организме и внешне, и в окружающей жизни. Вот про эту я говорю энергию. Вот про этот поток. Только этот поток гасится, начинает коптить что-то, вонять сразу что-то не то. И вот проваливается человек в состоянии, ничего не работает, все болит. В болезни. Вот так вот. А болезнь залечись хоть. Сейчас это называется хронический менеджмент заболеваний. До бесконечности будешь менеджировать, как и все эти менеджеры, потому что этот процесс есть. Процесс он бесконечен. Так что я говорю, создавайте здоровье. Это значит повышаете общую вашу жизнеспособность. В принципе, об этом весь канал. А болезни лечите только, когда они проявляются. А чтобы они не проявились, нужно держать этот поток энергии максимально высоким. Вот это делать. Избегать всякие токсичности. Все эти алкоголи, сигареты, курение, прочая наркота или что там люди употребляют. Общение с токсическими всякими окружениями, этими родственниками. Избыточные гаджеты, электромагнитное излучение, разрушенный сон. Опять токсичная пища, промышленная псевдопища. Новости, это говноедство. Это все вас сбивает к черту в эту сниженную биоэнергетику, о которой я говорю. И вот начинается болезнь. Вот это все исключаем. Ваша задача не то, чтобы разжигать этот поток. Он всегда готов вас сгореть, потому что это суть вашей жизни, по сути. Суть по сути. Ваша задача убрать все те эти заслонки, которые сверху навалились. Я их перечислил. Убираете заслонки, и ваш поток раскрывается, и вы себя чувствуете гораздо лучше. Даже если вы там чем-то серьезным хронически болеете, этот момент вам все равно нужно соблюдать. Создавать общую живучесть. Что-то я сильно разошелся, конечно, но главное выразил свою мысль и позицию по этой части. Соответственно, первый сценарий я только что рассказал. Вот это снижение общей живучести обостряет все хронии. Мы теперь поняли с вами друг друга, наконец-таки. Я не надеюсь. Главное, себя понял, да? Если же это не просто снижение общей живучести с обострением всех хроний, тогда, может быть, именно вирусные атаки на панкреас провоцируют текущий патологический процесс, да? И тут под вопросом у нас уже вирусный хронический панкреатит. Такое, кстати, бывает, и лечиться это достаточно сложно. Не говоря о том, что уже диагностировать это очень сложно. Дальше у человека есть отягчающие факторы, которые нам нужно помнить. Патологическая стимуляция пищеварения на работе пекарем-тестером. Я точно не помню. Тестер, тестодел или тестировщик или тесть. Напомните в комментариях, как зовется человек, который с тестом занимается. Но здесь, конечно же, я сказал, что как можно скорее меняйте работу. Я не знаю, поменяли ли работу или нет, но это обязательный наш пункт для лечения. Дальше. Еще один отягчающий фактор – это разносторонний контакт с болезнетворными промышленными пищевыми добавками. Трансжиры, растительные масла и загустители. Как я сказал, что вы можете даже не есть эту гадость. Вы даже просто ее соприкасаясь, нюхая и пребывая в ее парах, уже получаете серьезное повреждение. Я вам даже напомню, что это серьезная ситуация, особенно в Азии, в Китае. Там очень интенсивно жарят на фритюре этих растительных масел. И масла там меняют, не меняют точнее, и заново используют. Даже больше, чем, так скажем, в этих более цивилизованных западных странах. И в итоге у этих, особенно у женского населения, которое контактирует именно на кухне с этими парами горящих жирных растительных масел, у них высокая встречаемость рака легких. То есть это прямое вдыхание этой гадости. Она оседает там в легких. Вот вам рак легких. Я об этом уже в одной из лекций докладывал. Это известный факт. Так что с этим нужно быть очень аккуратно. Вообще нельзя контактировать ни в каком виде. Что ж, вот такой клинический доклад сегодня у нас вышел. И я могу добавить некоторые, так скажем, замечания к тому протоколу функциональной реабилитации, о котором сегодня постоянно говорю. Что нам нужно с вами о нем знать уже в 2024 году, спустя несколько лет после того, как он в сети появился. А до того, как он в сети появился в моей интерпретации, я напомню, что он существовал и в трудах Константина Монастырского. Соответственно, как он работает? Максимально разгружает механическую нагрузку с пищевода, желудка, двенцеперстной кишки и панкреас. Вот всего этого органокомплекса. Снижает избыточную стимуляцию пищеварения. Дает максимальный функциональный отдых для упомянутых органов. Это означает, что шанс на восстановление от накопленных повреждений. То есть, можно сказать, когда максимальная эффективность будет от функционального протокола, о котором мы говорим. для людей, которые банально переедают. То есть, большие порции смешанной пищи, если особенно еще часто, если они на фоне стресса это все делают, если они, например, много поели, потом пошли тренироваться, вот это все. Это как раз тот случай. То есть, это банальный механический износ. Самый простейший сценарий, который можно придумать. То есть, у человека хронический гастрит, гастрододонит, панкреатит и так далее. От того, что много смешанной пищи, часть из нее абсолютно будет токсичная, потому что человек не знаком все еще с нашими трудами. У кого нет токсичной пищи, у него меньше проблем, конечно же. Много смешанной пищи, часто и под стрессом. Вот это тот самый случай, когда образуется хронический гастрит, панкреатит, гастрододонит. В этом случае человек, буквально вот этот протокол, который в видео описан, в видео лекции, использует и уже легко становится. Даже медикаменты могут и не потребоваться. А с медикаментами, которые назначит доктор, будет еще просто быстрее, эффекты круче, более интенсивные. Вот и все. Это самый простейший сценарий, при котором этот протокол поможет. В принципе, представим, что у вас есть какое-то повреждение одного из этих органов, и вы собираетесь рискнуть, какой тут риск, попробовать этот протокол функциональной реабилитации органов пищеварения. Пищевод, желудок, сперстная кишка и панкреатс. Вот этот комплекс. У вас какой-то из этих органов болит. Хронический по какой-то причине. Мы не знаем какой. И возьмем так, что эта причина не та механическая, которую я писал первый. То есть, это не просто от банального какого-то переедания постоянно. Больших порций на фоне стресса, перед тренировками и так далее. Тогда тут уже нужны детали. То есть, нужно понимать, что в этом случае протокол тоже может помочь, как временное снижение нагрузки и шанс на восстановление. Потому что мы не знаем причину. Если ваша причина не в механизме, не в механическом износе, о котором я сказал, а в чем-то другом, тогда вы просто убираете этот механический фактор через этот протокол. Состояние становится лучше, лучше, лучше. Но дальше вы потом снова возвращаетесь к питанию, что-то делаете. Если причина, основополагающая, вызывающая процесс патологический в органе, не была решена, то через какое-то время симптомы возвращаются. В принципе, и при обычном механическом повреждении, то есть, люди, которые я описал, переедают на фоне этого стомового стресса, большие смешанные приемы пищи и так далее. У них это все равно возвращается, потому что они даже с гигиеной питания, которая описана, и желательно ее соблюдать как можно дольше после протокола, она есть в этой лекции. Они все равно потом, ой, праздники, ой, дни рождения, ой, то все, и вот сходились обратно, значит, снова заболело, ой, как плохо, и снова на протокол, и все опять восстанавливается. То есть, у них такая же ситуация волнообразна. Если ваша причина не такая механическая, вот как у них, а что-то другое, то тогда протокол будет давать вам облегчение, но причина-то будет оставаться, и значит, что симптомы будут через какое-то время возвращаться, может быть быстрее возвращаться, а может быть протокол вообще никак погоды не сделает, потому что у вас и так было мало еды, вы и так не смешивали, но почему-то ваши органы в таком состоянии. Причина, вот всегда причина, в чем причина? Потому что если нет механического износа, тогда должна быть другая причина. А какие другие причины? Здесь у нас важная деталь, что у вас может быть хроническая инфекция. Здесь я что указываю? Когда эффективность ниже, когда у человека есть выраженная хроническая инфекция тонкого кишечника и даже желудка. И это не только бактерия Хиллория, о которой все говорят, потому что часть этих хронических инфекций, конечно, там будет бактерия Хиллория. Но чаще всего бактерия Хиллория здесь ни при чем, потому что это разрастание тех пакостей, которые живут в тонкой кишке. Они там вообще-то жить не должны. У меня есть на канале лекция, которая как раз про то, что тонкий кишечник не терпит микрофлору. Он от этой пакости старается избавиться как можно больше. И с 60-х годов, согласно исследованиям, люди стали больше загажены микрофлорой в тонком кишечнике. Они еще предлагают ее наращивать дальше. Я не понимаю этой логики, если честно. То есть где-то в 60-х, найдете эту лекцию, она есть. Где-то в 60-х показано было, что у людей, смотрите, тонкий кишечник стерильный. И нормально себя чувствуют. Хорошо, да. Сейчас. Значит, у людей уже микрофлора в желудке уже, ее больше стало. Они себя хреново чувствуют, давайте ее кормить. Но это я отвлекаюсь, конечно. Но логика где-то вообще не работает абсолютно их. Урушо, я к чему? Поэтому, если у вас выраженная инфекция тонкого кишечника, они по ошибке называют это, ой, дисбиоз, ой, сибр. Ребята, вы так называете это, как будто, знаете, как, это та самая парадигма, что, ой, эти бактерии, они же хорошие, просто их может быть слишком много, да. Ни одна бактерия о вас там не думает. Почему вы решили, что они хорошие? Это оценка субъективная. Знаете, как оно на самом деле в этой промышленности? Те бактерии хорошие, которых проще всего исследовать и проще всего производить на продажу. Вот они себя показывают в исследованиях лучше всего. Те бактерии, которых труднее производить, они показывают меньше эффекта, да. Их труднее продавать. Ну, понимаете логику, да. Поинтому, поинтому. Я называю это хроническая инфекция тонкого кишечника. Сибердисбиоз это для детей, серьезно. Это отношение, знаешь, как будто мы будем договариваться. Мы сначала их, значит, пришибем как следует, да. Иногда туда можно и маленькую тактическую боеголовку отправить в виде антибиотика, да. Чтобы немножко, хоп, сбавить. Спокойно, ребята, спокойно. Да, в это время мы восстанавливаем иммунитет, чтобы организм сам потом сдерживал эту ситуацию, да. То есть, сначала мы их как следует прищучили, а потом уже договариваемся, да. Мы договариваемся, что если будете себя еще хуже вести, мы вас еще будем больше жучить, да. Потому что вы здесь в гостях. Человек хозяин микрофлоры. Хозяин. Он не должен ее обслуживать. Окей? С ней договариваться только после того, как она приструдена. Хорошо. Это я про то, что, смотрите, этот протокол сам по себе, базово, он не предполагает каких-то антибиотиков. Вот это имейте в виду. Он не предполагает каких-то дополнительных мер по сдерживанию бактерий, грибов, вирусов, да. Сам по себе этот протокол, если вы его не переедаете, по сути, в нем не переедаете, особенно этих крахмалов получается, да. У вас порции небольшие, можно чаще, но небольшие, да. В этом случае вы микрофлору кормите минимально. Особенно если тонкая кишка еще не сильно загажена. Если же тонкая кишка выражена, загажена, то на этом протоколе тогда она будет есть вместе с вами. И она будет либо замедлять процесс выздоровления, да, либо она будет все портить, и вам будет становиться хуже. Вот эта деталь вам нужна в голове, когда вы принимаете решение. В этом протоколе еще не указано про то, что те случаи, когда инфекция серьезная, да. У большинства людей серьезная инфекция есть на самом деле, но у второй половины ее нет. Поэтому для них протокол работает просто потрясающе. Вот это учитывайте, да, то есть я поэтому и говорю, что зная этот протокол, вы можете идти к астроэнтерологу, он у вас увидит признаки, значит, этой хронической инфекции, даст медикаменты и для желудка, и для кишки, и так далее. И вот все вместе это сработает просто потрясающе, да, учитывая вот эти детали, которые я сейчас добавил. Значит, что еще нужно знать, да, когда эффективность протокола ниже, да. Конечно, когда есть вот эта ситуация тяжелая с гастрономами и нейроэндокринными опухолями, потому что постоянно происходит патологическая стимуляция. И там ты ешь облегченно, не ешь облегченно, функционально питаешься, не питаешься, но желудок напряжен из-за того, что его постоянно подталкивает к работе что-то. И поэтому он изнашивается, и на нем язва образуется и так далее. То есть в этом случае надо разбираться с этими новообразованиями, да. Но это в популяции людей таких меньше 1%. Но на всякий случай мы их указываем, чтобы максимум люди знали, да, потому что этот максимум людям даст идеи для диагностики. Они гастроэнтеролога своего спросит, и он скажет, как все это диагностировать. И кого-то мы даже вытащим из гастронома в этом случае. Дальше. В каком случае еще эффективность протокола ниже? Когда пациент не налаживает качественный сон, и у него образуется иммунодефицит. Многие пациенты это игнорируют, как факт говорю, без чувства вины для вас. То есть винить себя за это не нужно, просто говорю факт. Люди, большинство, игнорируют качественный сон. Ложатся поздно и встают очень поздно, и мало видят солнце в течение дня. Об этом лекций на канале у меня уже полно. Посмотрите, пожалуйста, эту ситуацию. Из-за этого что? Иммунитет проседает. Без качественного сна нету качественного иммунитета. Без качественного иммунитета нету регенерации. Все. Получается какой? Вторичный иммунодефицит. Да. Такой, что инфекция с вами живет, произрастает на вас. И что бы вы ни делали, ничего не помогает. Потому что иммунодефицит так просто не уходит. Раз. И во-вторых, сон-то надо восстанавливать. Если вы на фоне этого протокола спите хреново, иммунодефицит глубокий, то либо он медленнее будет работать, либо вообще мало поможет. Потому что, чтобы слизистая зарастала, нужны вот эти иммунные процессы в ней. А иммунные процессы, если они подавлены всей остальной ситуацией, в иммунодефиците находятся, тогда они не будут заниматься регенерацией настолько интенсивно, насколько нам это нужно. Дальше. Если вы думаете, что у вас иммунодефицит, и сон налаживаете, и еще наведаетесь к иммунологу, возможно, вам по показаниям иммунолог обнаружит в диагностике, что вам можно использовать какую-то иммунную терапию, минимальную даже. Даже есть иммунная терапия, которая может назначить буквально терапевт, не боясь, что он что-то в иммунитете сдвинет на всякий случай не в ту сторону, и будет серьезное обострение чего-либо, и неожиданные аутоиммунные заболевания. Вот это нужно учитывать. То есть иммунная терапия, она и терапевту доступна, и гастроэнтерологу. Какая-то более серьезный арсенал, он доступен уже иммунологу. Ну и там к иммунологу идем, делаем развернутую, значит, вот эту иммунограмму, и он уже, ага, вот это звено мы можем поднять, это звено мы можем придержать, и все в таком роде. То есть это тоже не игнорируйте, имейте это в виду, это дополнительное направление работы. И в случае вот этого пациента, который выше мы разбирали, обязательно иммунная терапия была. Иммунная терапия была такая, которую можно назначить терапевт-гастроэнтеролог. Серьезную глубокую иммунологическую терапию, которую от профессионалов коллег, мы туда не лезли. Она здесь, может быть, и не пригодилась. Мы сейчас занимаемся там следующей диагностикой, есть ли там какой-то под этим процесс более серьезный. Вот это мы выясняем. Соответственно, если вот эти названные мной контексты не удостаиваются должного внимания с вашей стороны, то есть игнорируются там по незнанию или еще почему-то, главное, без чувства вины, я просто констатирую факт, то симптомы после протокола вскоре возвращаются, да, либо они вообще постоянно продолжаются, протокол совсем не помогает. Ну, более того, все эти детали, которые я сказал, хроническая инфекция, да, некачественный сон, иммунодефицит, они могут быть вообще вместе в одном человеке. Но тогда это самый худший вариант, и, конечно, протоколу будет сложнее вам в этом случае помочь. Он может чуть-чуть вам поможет, да, но сначала надо все-таки адресовать свои усилия иммунодефициту, низкому качеству сна и так далее, всему, чему я сказал в этой ситуации. Поэтому эти моменты учитывайте, да, потому что у протокола потрясающая эффективность в отношении механического устранения повреждений. Все. Я вам скажу так, что на самом деле в этом протоколе нету какой-то революции, да, еще и до Константина Монстырского подобные протоколы питания использовались до того, как появилась на широкую ногу практика фармакологической гастроэнтерологии с всеми этими препаратами. Они все использовались. Просто когда появились медикаменты, медицина забила на лечебное питание совсем. И вот на таблетку иди жуй, и делай, что хочешь. Потом вернешься, конечно, со следующей таблеткой, вот в таком роде. Поэтому мы должны комбинировать просто все знания предыдущих мудрых поколений, которые выстрадали. Они выстрадали нам лечебное питание. Все. Новые технологии нам дали медикаменты, мы это вместе скомбинировали, и вот у нас получается лечение. Вот такая логика приветствуется, так скажем, в нашей партии, потому что она ведет к чему? К тому, что человек ближе к жизни и дальше от смерти. Это основная логика и партии, и смысла жизни. Вот такой клинический доклад, дамы и господа. Как видите, медицина – это бесконечная борьба. Человек обращается сегодня, ты ему помогаешь. Он обращается через пару лет еще, ты ему снова помогаешь. Может быть, с тем же самым, может быть, с другой причиной. Но это суть, в принципе, того, что живая материя, она тоже стареет. С ней разные происходят приключения по пути ее жизни. Кто-то в травму попадет какой-нибудь. Кто-то чем-то заразится. Кто-то попадет под токсическое влияние отвратительного окружения. На кого-то бомбу сбросят. И в любом случае может потребоваться опять консультация доктора. Поэтому медицина – это действительно хроническая борьба. Борьба в том числе в основном со смертью. Потому что любое заболевание, которое вы можете представить, это так или иначе какая-то маленькая-маленькая-маленькая версия смерти. Потому что любое заболевание вас ограничивает. А полное ограничение жизни – это что и называется смерть. Поэтому я в этом плане отношусь как максима. Моя максима в том, что мы, пока я еще нахожусь в медицине, пока у меня лицензию не отобрали, я, значит, нахожусь в постоянной хронической борьбе с чьей-то смертью. Вот такой клинический случай. Что я могу на исходе этого добавить? Я могу сказать, что действительно день особенный. Вам большое спасибо. Но я опять по секрету скажу, что все дни особенные. И только болезни тела и психики, но в смысле общем это единое, болезни мешают вам увидеть, что каждый день особенный. Нету обычных дней. Это формальное мышление. Не формальное мышление, как мы с вами заметили. В любой сфере деятельности – это болезнь. Все, что вы сегодня услышали, не является лечебным советом, призывом к действию. Вам обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Все персонажи вымышлены. Никаких этих событий не существует. Все это просто фантазия. Это я сижу у себя в комнате и фантазирую. Все. Спасибо большое за внимание, за то, что питаете творчество своим лазером точного внимания. И увидимся в будущих выпусках. Чао. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ